Следующий вопрос у нас, товарищи, о предстоящем будущем заседании Российского комитета рабочих, который будет проходить в октябре, сейчас, какие числа будут предложены. Предлагается провести очередное заседание Российского комитета рабочих 13-14 октября 2018 года. Я не случайно вышел, потому что я председатель комитета и конференции, которые проходят накануне, поэтому я заранее хочу сообщить, что если вы приняете, товарищи, такое решение, то 19 октября накануне будет проведена научно-практическая конференция. Знаете, что участники РКР очень многие принимают перед этим участие в конференции. Итак, 13-14 октября. Какая тема, скажите, у нас? Тема чего? Научно-практическая конференция. Ну, сейчас мы решаем другой вопрос. Но если вас интересует, я могу сказать, что тема конференции будет такая. Борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Тогда предлагается следующее очередное заседание Российского комитета рабочих провести 13-14 октября. Кто за то? Хорошо было со мной. Против? Воздержавшись? Принято. Значит, уважаемые товарищи, урок комитет предлагает вашу мнению повестку дня. Первое. Вопрос. Борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Вот тема. Вот так. А? Ну, как это? Ну, как? Вот улучшение условий труда. Улучшение условий труда, ладно. А жизнь-то как? Это неожидение. Я вам так могу сказать. Одно из другого вытекает. Нет, Александр Ильич, вот вы правы, что здесь вопрос, постановок вопрос пошире. Вот если поднимут, так называемый, пенсионный возраст до 65 лет, как вы думаете, как это отразится на продолжительности жизни работников? Прямым образом. Прямым образом. И негативным. Поэтому здесь тоже предлагается, что, ребята, не надо. Давайте пожить людям-то. А вот тут вы не правы. Многие, кто выходит на пенсию, очень быстро угасают. Вот на примере, я уже многие из своих товарищей знаю. К шахтерам это относится? Нет, к шахтерам это, наверное, относится меньше, потому что у них больше несчастных случаев прямо на производстве. Ну, понятно. Ну, вот это пообсуждаем. Потому что, может быть, они того и угасают быстро, что на работе уже сгорели. Поэтому вышли и угасли. Нет, потому что теряется ритм жизни. Они себя больше не чувствуют сопричастными к жизнему. Хорошо. Ружина Борисовна, я думаю, что это вот есть смысл обсуждать. Я только замечу, что повышение пенсионного возраста вовсе не означает обязанности выходить на пенсию. Это разные вещи. Ну, так о чем тогда речь? Кто перегорает, будет ухранить. Они перенаривают. Пусть будет работать по желанию. По желанию. По желанию. Но по другому струю. А без желания должен насилие. А без насилия. А без насилия, совершенно верно. Вадим Михайлович, что там хотят? Я могу пенсионеру сказать. Хочешь ты быть причастным или не хочешь, от пенсионного возраста не зависит. Это зависит от твоей личной позиции. Может быть не причастным. В 30 лет? Я старый, я уже все сделал. У меня уже двое детей. Все, мне ничего не надо. А можно и в 750 лет быть активным человеком. Он, Константин Александрович, вот ему 70 лет пленчил. Вот посмотрите. Не причастный. А если он нашел в 50, вышел в 50, он все равно обронул здесь. Так что это нет, это бессмысленно. Вопрос правильный. Активный свадьер Михайлович, вообще не нуждается в комментариях. Значит, второй вопрос. Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов. Это такой вопрос, который мы все время должны держать под контролем. Чтобы что-то менять. И третий вопрос. Коллективно договорное регулирование подготовки, переподготовки и повышение квалификации рабочих кадров. Коллективно договорное регулирование подготовки, переподготовки и повышение квалификации рабочих кадров. Интересный вопрос. вытекает из конституции. Конституция очень интересная вещь там прописана насчет образования на производстве, а все специалисты в образовании этот вопрос забывают. Конституционный вопрос. Вытекает прямо из интересов рабочего класса, чтобы он распроизводился, а не заканчивался на поколение. Пока все три вопроса. Вопросы большие. Если что-то будет резервное, то конечно можно возникнуть. Уважаемые товарищи, кто за предложенную повестку дня будущего заседания прошу голосовать против воздержавшихся. То есть лично не сесть на проекте, который будет предложен тому составу делегатов, который приедет в Нижний Новгород 13 октября. Уважаемые товарищи, вот обратили внимание, в этот раз впервые мы работали таким образом, что докладчики были определены заранее. Я вот как консультант хочу сказать, таких докладов я очень редко, такие доклады я очень редко слышал, потому что все товарищи подготовились, у них было время, очень ответственно подошли. Я полагаю, не знаю, как вы считаете, что эта практика себя оправдывает, заранее готовить доклады. Что из этого следует, как оно будет? Продолжим. Ну вот, поэтому, уважаемые товарищи, вот у нас есть повестка, значит, давайте подумаем. Вы предложите, пожалуйста, тех, кто возьмет на себя труд, готовит доклад. Да, есть. КПО, Дмитрий Петрович. Он уже хочет сделать доклад по борьбе против союзов, за увлечение продолжительности жизни работников. Ну, потому что много впереди еще, конечно. Значит, остались два, они разобраны. Вопросы. Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов и коллективно-договорной регулированной подготовки, предготовки и повышения квалификации рабочих кадров. У нас на работе существует, у нас на заводе существует, у нас до сих пор набирается группа, группа сварщиков на повышение квалификации обучения. У нас, я бы, скажи, прощи немножечко, я поясню, у нас для заводе существует. Да, я по-любому, я это и домашнюю. Это в вашей группе подготовки. Да я бы лучше, наверное, 6 часов, потому что мне это сейчас ближе будет, если я в колдоговорной компании зарисую. У нас группа выбирается группа контролеров на повышение разрядов, группа сварщиков на повышение разрядов Слисаэре, они проходят, группа набирается, они проходят обучение, и по сегодняшний день группа существует, и в настоящее время у нас идет обучение. То есть есть предмет для рассмотрения? Да. А то, что, как вы считаете, профсоюзное участие не помешало бы здесь, со всех точек зрения, регулярности, компенсации за обучение, я думаю, что не помешало бы. Аттестация у нас проходит ежегодно, у нас молодежь, как бы, у нас принимают молодежь, чтобы содержать молодежь на заводе, как бы сразу дают четвертый разряд. Не третий разряд, а четвертый разряд. Здесь он учится, здесь он набирается опыта, потом набирается группа, и он обучается, и сдает пятый или даже на шестой разряд, смотря какую он работу расскажет, там уже определяет. Потому что у нас такие есть мальчики опытные, умные, из ФДУ приходят, действительно за них сердце радует. Все хорошо? Все хорошо? Да, и я хочу сказать, что я не могу сказать того, что вот кто-то хочет учиться, а его не посылает. Более того, я хочу сказать вам, что у нас в цехе, и не только в цехе, а у нас в производстве. У нас очень есть ребята, молодые, в смысле, кто уже прошел повышение квалификации, им уже около 30, за 30, они работают по доверенности УПК. У них свое климо, они имеют право сами поставить климо на свои детали. Почему? Потому что они работают по доверенности и отвечают... У нас сейчас вопрос, кто возьмет эту тему для подготовки доклада. Вы хотите взять... Я хочу сказать, что есть еще предприятие, где вот это вот все существует. Одно дело организовывать, а второе дело, когда уже организованность действий. Когда организованность контролирует. Может опытом не контролирует, а вы можете опытом тренировать. Ну, если никто на себя, да. Уважаемый товарищ, может кто-то сознательно на себя возьмет ответственность такую. Может, я бы взял, но я хочу тоже другие возможности дать по этому самому выставить. Кто еще не готовился? Дмитрий Юрьевич, у меня такое предложение, чтобы как бы... Давайте мы застолбим, в общем, место туда. А всегда мы можем еще добавить содокладчика. И доклад разделить на две части. Это будет гораздо интересней. В том плане то, что будет видение с разных сторон как бы. И содокладчики, если все-таки появятся, мы развернем эту тему более широко. И что, Дмитрий Юрьевич, что предлагаете? Ну, по любимому вопросу. Шести часов в рабочем дне. Ну, а я тогда по третьему. Ну, я думаю, что докладчикам надо прийти из числа рабочих. Вот сейчас, собственно, вокруг этого все идет. Шести часов в рабочем дне. Шести часов в рабочем дне. Шести часов в рабочем дне. Вопросы повестки. Прошу голосовать. Колпаков, Вмитрий Петрович. По первому вопросу, да. Колпаков и Дмитрий Петрович. По второму Шилов Дмитрий Юрьевич. По третьему, калют, он и Дмитрий Владимирович. Против, выдержав, нет. Против. ПЕСНЯ ПЕСНЯ